ребят всем привет огромный у меня хорошая новость я наконец-то завершил механическую обработку партии губок зажимных от заточной системы скорпион и все подготовил уже под термообработку которую будет делать ваня сейчас я вам покажу что у меня здесь есть вот на столе все разложено и точилочки и всякие прибамбасы и буду я их подробнейшим образом вам показывать еще и рассказывать про все это хозяйство что получилось что планируется делать и каким образом дела с тем проектом обстоят на нынешний момент погнали ну что ж вот вы уже все видите на своих экранах мне только остается ну поподробнее это все вам показать и рассказать что к чему хотя я думаю что про сами губки вы примерно понимаете что это такое и для чего а вот прав вот эту вот штуку про вот такие вот ну рабочие плавающие гайки из нержавейки прошу остальное мне нужно будет немножко вам рассказать поподробнее но сначала про виновников сегодняшнего торжества про самое главное и сложное во всей точилке во всей заточной системе это губки для фиксации клинков вот таким вот образом эта штука выглядит на нынешний момент на данном как говорится этапе изготовления вот этот внешний вид в котором сейчас деталь находится это подготовка и под термообработку именно поэтому еще пока не шлифовалась прокатная поверхность с плоскостей детали все остальное тоже скажем так обработано с расчетом на то что будет делаться финиш потому что после термообработки поверхность будет в окалине это все равно придется счистить если с внутренних поверхностей вот я их видите старался на фрезерном станке сделать с чистовыми проходами по выглаживать просто-напросто для чего для того чтобы во время термички как можно менее глубоко деталь поразила окалина и меньше пришлось чистить то есть внутренних поверхностей можно будет это все обработать пескоструем внешние поверхности можно будет пошлифовать и привести в порядок говорится в надлежащий внешний вид после уже этого после того как я приведу в полнейший финиш скорее всего еще будет какое-то покрытие на этих губках это будет либо воронение либо оцинковка и скорее всего мы даже склоняемся к тому чтобы первым попробовать оцинковку потому что она дает антикоррозионные свойства и довольно таки крепко держится воронение тоже нормальная штука неплохой дает внешний вид однако антикоррозионные свойства довольно таки на посредственном уровне а сейчас я вам хочу поподробнее рассказать про сами губки потому что тут как вы видите есть новости вот есть новые проточки новые отверстия регулировочные гужончики вот такие ну и вообще тоже и размер их по сравнению со старыми губками изменились и некоторые пропорции сейчас кстати губку из прошлой партии достану будем сравнивать это все дело вот кстати губки из прошлой партии вот это после мехобработки а вот так и данная губка выглядит сразу после термички то есть ну над поверхностью как вы понимаете потрудиться конечно будет необходимо однако вот так вот если их поставить вместе то вы увидите что ну первая новая губка чуть чуть длиннее второе у нее слегка вперед переместился весь блок весь вот этот узел поджимки вот что изменило рычаг и изменила силу с которой она будет сжимать клинок и косвенно это действует и на ту силу которую необходимо прилагать для того чтобы закрутить винт то есть перемещая вот этот блок вперед ты силу которую нужно прилагать чтобы закрутить уменьшаешь а силу сжатия увеличилась кроме того изменилась и ширина вот этот зажимчик стал чуть-чуть пошире что вот эти вот стенки тоже сделать потолще и увеличить жесткость вот этого узла хотя сталь очень крепкая эта марка стали 60 c 2 а я думаю что она после термички будет еще лучше держать нагрузки будет даже пружинить и всю работу связанную с удержанием клинка во время заточки выполнить точно на сто процентов тем более что вот эти стенки сейчас тут по три с половиной миллиметра в старой версии зажима были по два миллиметра это с ними проблем не было я когда их тестировал проблема была с тем что прогибался вот этот вот деформационный участок то есть вот когда вот так вот просто сжимаешь губку да она пружинит но когда сильно как бы сжимаешь от винтика пытаешься зафиксировать клинок чтобы он не проскальзывал здесь происходит просадка таким образом мы с вами пришли к выводу что нужна термичка когда сделали термичку то мы как бы пришли к выводу что и марка стали 45 конкретно вот в данной конфигурации с данной толщиной стенок и со всем остальным тоже недостаточно прочная вот здесь мало того что сама по себе марка стали прочнее так еще и вот видите как бы толщина вот этих вот участков у нас увеличилась ширина увеличилась но и другие параметры которых я сказал они тоже немножко все подвинулись сторону увеличения прочности сторону оптимизации этой детали вернее даже если правильно сказать не оптимизация улучшения мы тут не экономить пытались на этой детали наоборот сделать ее максимально качественным максимально прочной максимально функциональной однако есть и пара технических решений которые пришлось придумывать процессе прямо вот вчера мы с вами созванивались и вместе обсуждали эти моменты как вы видите тут есть вот такие вот пропилы эти пропилы выполнены уже на всей партии губок вот эти пропилы были были сделаны для того чтобы сейчас я перемещусь немножко ближе к заточной системе для того чтобы когда одеваешь это все дело на направляющую для зажимов даже так вот сбоку наверное лучше будет видно вот чтобы в момент фиксации это все плотнее прилегала от усилия который создает винтик вот и лучше держалась без всяких там ненужных люфтов и тому подобных вещей то есть за счет вот этих вот проточек данные плоскости несмотря на то что они точно сделаны точно отфрезерованы по толщине самой направляющей там зазор примерно там 5-6 соток вот необходимо еще им обеспечить ход или вернее вот соответствующую зону деформации при фрикционном методе крепления которая но позволяет комфортно пользоваться то есть меньше прилагать усилий при затяжке и в то же самое время плотнее самой детали значит прижиматься к соответствующей направляющей и как вы видите данные проточки это еще не все хотя они тоже честно я вам скажу подпортили нервы и придумать как их правильно и технологично выполнять и собственно говоря сделать их немножко приспособиться под эту операцию тоже пришлось мозгами по раскинуть но сейчас уже вся эта процедура отработана и ну вот результат этой работы вы видите у себя на экранах сейчас я попробую сделать так чтобы камера сфокусировалась и по-моему это все и выглядит и работает уже так как и должно выглядеть и работать теперь подробнее про вот эти вот регулировочные гужончики для чего они нужны и чтобы это все показывать нужно уже взять винтик и закрепить деталь на ее посадочном месте заодно и покажу как эта вся тема работает вот смотрите я вкручиваю винт м6 вот ну и скажем так видите он еще пока не затянут вся вот это вот фрикционная система сейчас я камеру немножко подстрою вот чтоб четко было видно о чем речь и как это работает так даже наверное немножко вся вот эта фрикционная система крепления и направляющая с сплошным пропилом для чего это вообще нужно но это нужно как вы видите в первую очередь для того чтобы можно было зажим установить в центральную часть направляющие да или пару зажимов то есть вот так вот до установить все это хозяйство вместе и небольшие ножи либо ножи среднего размера либо же используя 4 зажима до для заточки там филейников или очень крупных ножей в общем это делается для того чтобы в средней части у нас не было мертвой зоны в которую невозможно поставить зажим а здесь не то что можно поставить в центральную часть зажим в принципе а тут можно еще осуществлять тонкую настройку то есть ставить его вообще в любое место слегка сместив туда или сюда на одну десятую миллиметра или на 10 миллиметров все это возможно сделать и это огромный плюс как я считаю кроме того вообще эргономика всего этого процесса с точилкой будет идти отвертка подбитый и практически одной и той же битой можно регулировать но вернее не практически одной той же битой можно будет регулировать как зажатия самой губки таких фиксацию этой губки к направляющей так и фиксацию направляющей к поворотной оси то есть много инструментов не понадобится и это очень удобно когда у вас под рукой один инструмент и можно сделать практически все настройки кроме того это вам сейчас так подальше камеру поставлю ну вот так вот вроде настроился хочу показать как это вообще действует как эта настройка осуществляется с 3 с ослабленным винтиком можно перемещать этот зажим практически одной рукой и даже смотрите видите вот сюда я даже второй рукой не поправляю если второй рукой взяться то это вообще шикарно делать это даже одной рукой можно делать это даже одной рукой получается а когда затягиваешь установил нужное место раз затянул все никаких люфтов потому что у тебя плотно прижимаются плоскости зажимной губки к плоскостям направляющей люфты отсутствуют как таковы очень все плотно держится вот у меня слышите стол шатается а сама губка стоит на месте как копаная и вот на этом как раз этапе я вам расскажу для чего же и нужны вот эти вот регулировочные винтики поставил сейчас камеру опять поближе отпускаю зажимчик не показываю вот смотрите когда этот зажимчик установлен на направляющую здесь зажимчики да есть плоскость но сюда сейчас вот вкручены винтики вы не обращайте на них внимание эти винтики технически нужны для того чтобы во время термообработки не пострадала резьба которая сделана в самой губки эти винтики потом выкрутиться и выкинуться ну допустим я их могу даже вообще выкрутить для того чтобы удобно было показывать о чем идет речь так ну вот я все вы сейчас тут подвину немножко это хозяйство вот сюда в сторону и буду на этой губке показывать вот видите смотрите сюда вот это вот базовая плоскость о которой я говорил дело в том что если все размеры прочитать таким образом когда винтик входит свое посадочное место чтобы вот эта плоскость имела минимальный зазор над площадкой самой направляющей то это все перемещается туговато сам по себе винтик еще затирает сейчас здесь его нет он затирает от об внутреннюю поверхность и очень сложно выдержать как бы все зазоры да чтобы этот винт упирался из внутренней стороны и эта плоскость с внешней стороны и чтобы это все еще комфортно ходила перемещалась туда и и сюда куда будет необходимо пользователю возникла проблема да возникла проблема прилегания и возникла проблема трения и подстройки то есть в чем проблема была для того чтобы это все перемещалось нужно было обеспечить зазор в несколько десяток зазор в несколько десяток приводил к люфту и когда ты закручиваешь надо было вот эту губку прижимать до чтобы у нее был прямой угол относительно направляющей и удерживать самостоятельно это некомфортно честно я вам скажу некомфортно и вот когда данная проблема уже обозначилась мы с вами созвонились устроили небольшой мозговой штурм и пришла в голову вот идея вот с такими вот двумя регулировочными гужонами которые будут своими вершинками упираться в плоскость тем самым уменьшая скажем так площадь соприкосновения трущихся частей до уменьшая трение однако у них есть еще одно полезное свойство поскольку они резьбовые можно вкручиванием и откручиванием регулировать как наклон губки то есть выставить ее четко перпендикулярно в момент настройки относительно направляющей так и зазор можно сделать минимальный до минимальный зазор отрегулировать каждую конкретную губку перед тем как ее уже до запаковать точилку и отправить покупателю но или перед тем как пользоваться этой точилкой самостоятельно ты сюда кладешь небольшое количество фиксатора резьбы лактайта вкручиваешь эти регулировочные гужоны правильным образом их один раз регулируешь и после этого губка она и имеет в расслабленном состоянии необходимые зазоры до необходимые люфты нужные для перемещения плавного ее и комфортной регулировки положения этой губки относительно направляющей и в момент затяжки абсолютно не придерживая вот эту губку я вам сейчас покажу вот я затянул и угол у меня да вот он угольник вот его нашел и угол у меня после затяжки вот 90 градусов сейчас я переставлю камеру и покажу вам без всякого монтажа чтобы вы видели эту тему еще раз вот смотрите еще раз я отпускаю губку отпускаю губку могу ее комфортно перемещать вдоль направляющей в любое удобное для меня место и при этом она имеет небольшой люфтом десяточка какая-то но в момент затяжки абсолютно ничего не придерживая руками регулировочные винты таким образом настроены что она сама становится в угол 90 градусов после затяжки это достигается тем что регулируя левый кстати тут такая вот специфическая отверточка нужно потому что регулировать их надо вот с этой вот стороны то есть она должна попадать в просвет вот сюда вот должна помещаться в комплект будет ложиться такая вот отверточка такая или аналогичная то здесь шестигранник с течением 2 миллиметра вот и вот эти вот гужончики регулируя левый гужон вот ты выводишь его в угол 90 градусов фиксируешь а правый гужон необходимо закрутить до упора и отпустить на пол оборота и вот этот правый гужон он создает нужный технологический зазор и люфтит она только вот в эту сторону получается а когда ты закручиваешь ты фиксируешь по часовой стрелке и сам саму по себе губку и проворачивает тоже вот сюда влево пасть по часовой стрелке и она упирается уже в настроена и ватаре равана и скажем так место которое позволяет соблюдать ровный угол в общем сейчас я уже полностью доволен как вся эта система работает она и плавно перемещается и быстро и надежно фиксируется без всяких люфтов вот смотрите стол двигается а в точилке никаких люфтов нет и все это затягивается одним инструментом и довольно таки по усилию комфортно да здесь все остальное здесь все кондовая тянуть можно ребята так как вам будет угодно шляпы винтов каленые индекс прочности 10 9 я их уже показывал да и в случае какой-то экстренной ситуации нет никакой большой проблемы для того чтобы не иметь запасные такие винтики большой редкости в них нет даже если вы захотите обеспечить какой-то избыточный уровень там до фиксации или что-то вы можете использовать вот такой вот г-образный ключ и подтянуть еще сильнее хотя я в этом необходимости абсолютно никакой не вижу то есть вот и от обычной отвертки все фиксируются офигенно так ребята буду я откручивать это и показывать вам другие вещи хотя нет наверное перед тем как перед тем как это открутить но я хотя бы и на вот этих рабочих гайках но покажу тоже вам как но основной механизм вот этих плавающих гайках тоже работает как он устроен вот сейчас я сюда поставлю винт это дело затянул и мы с вами посмотрим как вообще это все устроено вот она уже начинает работать самое главное я сейчас отпущу и покажу вам близко вы видели что губки сходятся абсолютно сильно симметрично вот смотрите ребята губки сходятся абсолютно симметрично и такой эффект неравномерного зажатия клинка из-за того что возникают напряжение вот здесь вот то есть когда вот эти губки сходятся друг относительно другой винты резьба перекашиваются друг относительно друга и начинают затирать и одна губка начинает опережать другую и клинок тоже криво зажимается здесь за счет использования системы двойной плавающей гайки то есть двух сторон каждая из них сможет скомпенсировать этот перекос вот и будет работать зажим правильно в результате этого хочу еще вот обратить ваше внимание на такой момент как сведение вот этих губок вот еще одна губка вот смотрите сейчас сведение сделано в миллиметр это сделано под термичку после того как термообработка произойдет я еще на гриндере буду это сведение уменьшать то есть ориентировочно здесь должно быть у меня 05 с использованием такой прочной стали пружинной это сведение позволит с одной стороны обеспечить необходимую прочность в этом нагруженном месте и с другой стороны данное небольшое тонкое сведение как для зажимных губок 0 5 миллиметров она позволит брать даже очень узкие клиночки и точить их на приемлемые режущие углы я это буду показывать потом когда заточная система будет полностью собрана и я вам честно скажу немножко сделал небольшой спойлер я даже маленький клиночек вот такой вот найти викторинок с классикой здесь такие наборчики для ну для ногтей если там есть маленький такой клиночек он наверно миллиметров 30 в длину и 5 миллиметров ширину даже этот клиночек можно будет заточить с помощью вот этих вот губок на приемлемый угол там порядка там а вот не скажу на какой угол когда вот все это дело соберем будем точить на этой заточной системы разнообразные ножи для того чтобы показать в разных ситуациях как эти все технические решения работают вот тогда я вам это все ребята и покажу так но сейчас я поскладываю данные приколюхи на место и буду уже рассказывать для чего нужны остальные вещи на столе так давайте выкрутим вот эти гаечки выкрутим вот эти вот гаечки винтик века вернее выкрутим винтик гаечки вытащим отсюда из губки так вот сама губка а вот гач час их поближе вам покажу гайки выполнены из нержавейки это гайки рабочие как я уже говорил ранее они для термообработки нужны почему потому что нержавейка она очень туго плавка и может использоваться многоразово ведь на ней не возникает или минимально возникает окалина то есть она не меняет свою форму особенно при тех температурах калочных которые нужны для закалки вот такой вот углеродистой пружинной стали то есть там порядка 850 градусов это не клинковая сталь там где-то там 1150 1200 надо вот так что я думаю они прослужат несколько партий клинков вот эти вот половинки они почему такие вот скошенной до с этой стороны сейчас я вам буду все это постепенно объяснять показывать как что я придумал вот такую еще оправку для термички это термичкой ваня будет заниматься но я подготовил все для того чтобы этим процессом ему было заниматься удобно значит как это выглядит вот так вот сюда вставляются зажимчики как вы видите есть необходимые зазоры на тепловое расширение дело в том что держаться она тут должно слегка всего лишь слегка слегка нельзя абсолютно нельзя до закалки притягивать эти половинки потому что когда детально греется она превратится вот в такие вот лыжи все это просядет поэтому она здесь должно с одной стороны держаться но с другой стороны и не должно быть слишком плотно прижато друг другу именно по этой причине я и сделал вот в этой оправке необходимые направляющие сейчас я вот закручу и покажу вам как это должно быть вот докручиваешь затянул и отпустил там на пол оборота наоборот то есть вот она люфтит здесь но особо никуда не смещается это нужно для того что когда на эту оправку станет четыре или пять зажимов и в момент постановки этой садки в печку или извлечения под калку при боковых каких-то смещений чтобы они не перехлестнулись между собой чтобы они не смещались влево вправо но и обеспечить как бы вот свободу вот такую вот перемещение этих губок для закалки кроме того еще вот эти вот гаечки почему было сделано все именно так они заполняют внутреннее пространство туда меньше во время закалки проникает кислород и на меньшую глубину соответственно проникает окалина то есть выгорает углерод из поверхности металла меньше будет раковин это все будет меньше деформироваться вот данные гайки из нержавейки как видите заполняют и препятствуют как бы негативным процессом которые вследствие термообработки могут образовываться на деталях так смешно собрал я всю эту историю как вы видите я сюда и в заднюю часть зажимов вкрутил винтики они точно также не зажаты до плотности для того чтобы они заполняли резьбовое соединение посадочная под шляпу место и тем самым защищали вот эти вот пространство от окалины от воздействия термообработки как это вообще все будет дальше выглядеть вот допустим необходимо вот сейчас я вам покажу работать это будет так в печка нагрелась накалочную температуру берешь вот так вот пласкогубцами делаешь садку в печку вот поставил закрыл крышку все необходимое время на необходимую температуру это все нагрелось и когда доставать точно так же хватаешься за край вот для того чтобы клещами или плоскогубцами не касаться зажимов потому что они когда разогреты они могут деформируются могут остаться следы какие-то и вообще это вся оправка нужно для чего для того чтобы не колить каждую губку отдельно чтобы не вытаскивать клещами из печки да не колить чтобы экономить время вот здесь у меня на 5 позиций сделана оправка сейчас калим 4 но в дальнейшем возможно если по пять штук колить то есть две партии получается 10 губок то есть на 5 точилок ограничение такое потому что значит камера в печке до 150 миллиметров я хотел сначала сделать на 6 но потом на 6 не влезла пришлось делать оправку на 5 зажимов то есть вот такая вот будет технология по крайней мере пока что то что я придумал вот это вот оправка она тоже сделана из нержавейки для того чтобы как можно меньше на ней образовывалась окалина чтобы она была термостойкой и многоразовой короче говоря ребята вот такая придумана пока что система будем пробовать будем смотреть что из этого всего получится ну что ж ребята буду с вами прощаться большое спасибо за просмотр надеюсь вся эта система вот сработает получится качественные губки ну а в крайнем случае если возникнут в процессе какие-то сложности мы с ванькой сделаем правильные выводы и рано или поздно у нас получится отличные зажимные губки для заточки клинков и я надеюсь не будет не просто отличный они будут ну что называется high-end премиум класса максимально прочные максимально надежные красивые комфортные ну и так дальше можно продолжать чем больше красноречивых эпитетов можно будет к ним отнести тем лучше окажется наша над ними работа я надеюсь так оно все и произойдет заточная система и губки которые получатся в итоге вам понравится они будут классно работать а на этом всем пока до встречи следующих видосах на следующей неделе я скорее всего ложусь в больницу на свою плановую процедуру сколько это у меня займет времени я до конца не знаю но в прошлый раз по опыту недельку больнички я провалялся ребята так что как только попаду домой и будет возможность включить камеру сказать вам пару слов какие будут у меня новости по здоровью я это обязательно постараюсь сделать жму вам руки друзья до скорого